Здарова, пацаны! Я опять на даче. Дача это мое все. Потрудился хорошо, калитку повесил. Теперь у меня дом с воротами. Калитку показывать не буду, калитки у всех есть. Сел вот пообедать, думаю, надо пацанам показать, какие консервы тут на дачу беру. Есть такой магазин, называется «Зайди». Хочешь куда-нибудь зайди, зайди туда. Короче, купил я, вот сейчас хочу попробовать, каша перловая с говядиной. Вот такая вот хера тень тут, короче. Во! Похоже на армейский, короче, какой-то там типа из Сухпая, как будто вытащили, глядя. Даже не знаю, 250 грамм, вот перловка тут, все дела, и говядина. Вот сейчас будем смотреть, что там за говядина. Кто там производит, я читать не буду, а то там всякие любители говорят, что там читают, что-то там напрягается, там, блин, тут неважно. Какой-то эко-чиф, какой-то выпускает эту херню. Мы просто сейчас будем снимать то видео, которое нам рекомендуют снять на ютубе. Для того, чтобы увеличить количество подписчиков. Ютуб нам ни хера сейчас не платит, поэтому мы альтуристы. И просто делаем какой-то там контент, как бы себе, чтобы оставить память. Чтобы потом, когда я стану стареньким, долгими зимними вечерами смотреть на снятый контент, который я снимал летом, вмахивая на даче. А то, может, к тому времени и таких замечательных перловых каш не будет, не будет уже. Вот, смотрите, поближе сюда идите, а то не видно, что это такое вообще. Открывается довольно-таки легко. Опа, раз. А жира? Жира сколько? Кто любит жир? Жира много. Жироеды, ваша тема. Оп, одну. О, вторую. Съедаю сразу, блин, две банки перловой каши. Так как у меня рост 195 сантиметров, поэтому я съедаю две банки каши. А вот это вообще какая-то консерва без этих наименований. Вообще непонятно, похоже на противопехотную мину. Может быть, это и есть противопехотная мина, но не знаю, сейчас рискну. Нажимаю на кнопочку, восемь трупов лежат. Можно выпить из топочку за погибших ребят. Охренеть. Слушай, это что такое? Блин, пацаны, это вообще что-то нереальное. Похоже на какие-то фрикадельки с рисом. Это что, плов с соей? Походу, пьеса, я так понимаю. Это ж, по-моему, соя. Пахнет. Пахнет, кстати, прилично. Ну-ка, срочно на огонь. Ой, у меня вот есть такая решеточка, прикупил на Вельбересе. Решеточка, конечно, хреновая, из самых дешевых. Сейчас буду разогревать. Не знаю, как она тут будет разогреваться у меня. Был бы Славик, Славик, а нет сегодня. Был бы Славик, тут уже прозагрел бы, уже бы ели бы все. Но Славик нынче где-то пропадает. Ну вот у нас что-то начинает тут подкипать. Слышны какие-то звуки. Не знаю, ни разу не разогревал я вот в такой банке вот такую пигню. И что это такое? Очень интересно. Потрескивает! Ребята, вы слышите, как там все потрескивает? Камеру поближе поднесите, пусть люди слышат, как там все потрескивает. Идет какой-то протреск. Как там Сеня в деле говорит? Вступайте в нашу огромную казанную банду. Так вот я вам могу сказать, не вступайте в ту огромную казанную банду. Все равно там из каких-то дорогих продуктов готовят. Во, е-мое! Магазин зайди. Зашел, купил какой-то херни там за 50 рублей. Пришел на дачу на гнилой решетке из Вельбереса. Все прогрел, поел. Это называется не Сеня в деле. Называется Женя в теме. Вот как это называется. Надо еще один кулинарный канал открыть, чтобы он назывался Женя в теме. Вот Женя в теме всегда. Во, пацаны. И не морочься. Можно еще на соседнюю дачу сходить. Я знаю, мужик там самогон продает. У него можно за 80 рублей пузырь купить. И вот под перловку. Или вот тут плов какой-то непонятный. Все это оформить. Блин, что вот это такое? Может надо на вилке его подкоптить? Шашлык из сои. Вы такое видели, пацаны? Сейчас будет. А жгу баррёк. Я вообще не понял. Это что такое? Слышь, оператор, попробуй. Что это такое? Смотри, подуй. Вилка горячая. Что это такое? Эко-еда? Эко-еда. Пацаны, все должны есть эко-еду. Я так понимаю, мяса здесь нет. Здесь какая-то химическая продукция. С чего начнем? Блядь, не мало памяти, из чего они сделаны. Кстати, вот это вот. Хлебцы хрустящие со трубями. Никому не советую. Глядость редкостная. Вообще ничего не советую никому. Просто есть почти. Много, что там с перловкой у нас? Сразу вспоминается армия и огромные котлы с перловой кашей. Но там, правда, она у нас была как клейстер такой матерый. А это такая, посушим. Мяса, по крайней мере, я тут не чувствую никакого. Тем более, никакой говядины. По вкусу просто замечательно. Просто офигенски. Вообще класс. Слушайте, круто. Или я, может, просто голодный. Ну-ка. А что там с пловом? Да, если бы тут был какой-нибудь товарищ из Таджикистана или из Узбекистана, он бы сказал, вай, это разве плов? Это что там, блин, вообще какой-то там крутак. Ну вот это такой вот. Не, ну жрать можно, базара нет. Короче, пацаны, приобрел себе бабочку. Вообще класс. Ручка с черепами. Лезвие такое прикольное. Блин, тысячу лет уже бабочки не было. А тут что-то на Вельдере залез, думаю, блин. Так, смотрю, бабочки там продают, блин. Думаю, дай куплю. А то уже, блин, начал разучиваться. И четки крутить, и ножички, и все на свете. Старость и в радость. А тут, думаю, дай-ка прикуплю. Блин, ну у нее ход такой не очень хороший. Надо разрабатывать или смазать его. Да, кстати, кто будет вот такой херней заниматься, бабочку крутить, я говорю сразу, вы ее берите правильно, чтобы у вас вот эта вот сторона тыльная, она была вот с этим, с указательным пальцем, где не остро. А то умники там бабочки заказывают, берут вот так вот ее, острой стороной к этому пальцу, начинают крутить, естественно, она зажимает, режет их там. Я там комментарии, я там почитал, на Вильберсе там, знаешь, там типа пишут, товар пришел быстро, там типа качество хорошее, такие фотографии, пальцы все поизрезаны. Думаю, охрененные крутисты там, блин. Типа вышел на улицу такой, крутанул один раз, всю руку поизрезал, бросил ее, все, больше не беру, блин. Тут совсем техника как-то чуть-чуть по-другому построена. Ну, если его зажать вот так, в принципе, блин. Чуть туговато зажимается. Как бы не совсем удачная модель, наверное, я так понимаю. Не, ну так вот, если зажать, он жестко держится, да. В принципе, можно. Какого-нибудь. Хак! Как-то так. Нормальная такая тема. Можно было даже подлиннее, чтобы она была. Да. Как-то так. Покупайте бабочки, учитесь крутить бабочками. А то сейчас что-то заметил много людей. С ножами все лазают, люди режут, скальпы снимают. Страсть страшная. А тут мы сами такие... С ножичками как выйдем, в строй станем такие, как завертим. Вот так. И такие погнали. Вот так вот. Ну ладно, пацаны, пока. Всем удачи на даче. Хороших консервов. Из магазина зайти. Это вообще антиреклама магазина. Ну и как бы всем хорошего настроения, порядка в семье. Пейте только качественный самогон. Ну, подписывайтесь на канал, ходите на наши концерты. И мы вас будем радовать. Пока.